Ну что, дорогие друзья, с нехороших новостей начну. Вот буквально эта новость прилетела пару часов назад. Во Владикавказе, столице республики Северная Осетия, прогремел мощный взрыв. Взрыв был такой мощностью, что сложил трехэтажный магазин. Огромное здание. Трехэтажный магазин. Пропагандисты, впрочем, уже пишут, что нет, это был не теракт, это был взрыв, или, как они любят говорить, хлопок газа. Я не понимаю, что это за хлопок такой был, который сложил, повторюсь, трехэтажное здание в щепке. Сколько газа там должно было утечь. Ну, во всяком случае, будем ждать сейчас официальных комментариев властей. Хорошо, хоть пострадавших не было. Взрыв произошел 8 часов 19 минут. То есть, ну, рано еще. То есть, большого наплыва посетителей и покупателей не было. Там, говорят, есть какие-то пострадавшие. Но их небольшое количество, скорее всего, из числа сотрудников магазина, пока разбираются завалы. С другой стороны, у меня вызывают вопросы другая история. Что там уже двое задержанных, подозреваемых. Если это был взрыв газа, то какие подозреваемые? Так все-таки, что это, взрыв газа или теракт? Мне очень интересно. И с этим у меня вопрос. Вот в последнее время мы все чаще и чаще слышим, как классно работают наши правоохранительные структуры. Видим там ролики разного рода. Слышим там пропагандистов, которые аплодируют, прославляют наших силовиков. Говорят, молодцы, вы хорошо работаете. А что в результате? Вот что мы видим на самом деле? То есть целый месяц стражи порядка занимаются тем, что ловят Навального. Сажают его, ловят сторонников Навального. Разгоняют, запугивают людей на митингах. А потом случается взрыв. Да нет, ребята, это нехорошая работа. Это плохая работа. Это повод задуматься, что наши силовики занимаются не тем. Потому что они должны взрывы предотвращать. А не людей на улицах ловить просто за участие в митингах. Еще один момент, о чем бы тоже хотелось сказать. Вот смотрите, какая удивительная цепочка событий выстраивается. Накануне оппозиционеры объявляют об организации очередной акции протеста. Затем во всех пропагандистских СМИ начинается нагнетание обстановки. Начинается откровенное запугивание людей, чтобы не ходить. Даже такие акции, они являются незаконными, они могут повредить за собой последствия к обеду. Активизируется генпрокуратура, МВД, следственный комитет, которые уже впрямую говорят, что ребята, будете привлечены даже просто за то, что выйдете к подъезду. Что-нибудь придумаем. К вечеру появляется информация в двух информационных агентствах пропагандистских о том, что возможно 14 февраля могут случиться какие-то теракты. Есть там какие-то сведения у них. И ба-бах, заканчивается все сегодняшним взрывом. Я ничего не утверждаю, но для меня это как-то странно. Будем ждать официальных пояснений, официальных комментариев. Хорошего дня, не желаю. Увидимся завтра в реальной журналистике.